Мы когда-то говорили о финансовой грамотности, я упомянул Роберта Киасаки, и в комментариях кто-то написал, задолбали уже с этим Киасаки. Но на самом деле это база для того, чтобы изменить чуточку ракурс видения. После Киасаки потом идут еще и финмен, и бухгалтерия, то есть нужно уже туда погружаться в более мелкие детали. А Роберт Киасаки, это вот «Богатый папа, бедный папа», это как изменить твое мышление. Позиции наемного сотрудника на позицию тот, кто нанимает. И на самом деле вся роль, весь смысл книги «Богатый папа, бедный папа», чтобы понять, что ты сидишь не на том стуле, где деньги. Это основной посыл. Есть люди, которые работают на кого-то, а есть человек, который нанимает. И тот, кто нанимает, всегда зарабатывает больше. Но ответственность у него чуть другая. Она сильно шире и более. Киасаки не то, чтобы какой-то широкий спектр воздействия, это для того, чтобы изменить мышление. И там есть такой пример, он говорит, вот Макдональдс, ты можешь сделать булочку, бургер, вкуснее, чем Макдональдс? 90% людей скажут «да». А сможешь ли ты продавать их миллионами штук в день? Большинство людей скажут «нет». Макдональдс – это уже бизнес-модель. А то, что ты там на кухне шедевр в одиночку сотворил, это не бизнес. В лучшем случае мастерство. И поэтому Роберт Киасаки для того, чтобы поменять стул, точку зрения изменить твою, для того, чтобы ты научился зарабатывать. Очень многие люди копают не туда. Такие книги читаются хорошо в момент твоей боли, да? Когда тебе чего-то не хватает. Ты задаешь себе вопрос, господи, как же разбогатеть, как же достойно содержать свою семью, чтобы хватало на детей, на родителей и так далее. И когда ты истинным вопросом этим задался, то тебе эта книга придет и человек ее проглатывает за 2-3 часа. Я в свое время прочитал ее, по-моему, за 2-3 часа. Это я потом узнал, что это скорочтение называется. А ты просто проглотил ее. В момент истинного запроса эта книга читается просто вот так. Это достаточно просто прочитать. Потом она у тебя варится где-то год-полтора-два, и после этого ты начинаешь менять действия. Все хотят, что так, прочитал, и тебе сразу помогло, да? Почему сейчас многие курсы по бизнесу, по развитию захейтили? Потому что они думают, прошли курсы, и потом делать ничего не надо, у тебя деньги. Очень важно, чтобы было действие после. Если действий нет, то ничего не будет. Но действия без насилия над собой совершаются в течение года, наверное. Очень важно быть внутренне готовым к действиям, к изменениям, и тогда уже будет толк. А так не будет никакого толка. Есть люди, которые прочитали все. И Киосаки, и Уолша прочитали, и Робина Шарма всего прочитали. А в жизни ничего не изменилось. Чаще всего такие люди говорят, что эти книги говно. Зачем мне обвинять в своих неудачах меня, когда я могу обвинить книгу и сказать, что там информация недостоверная. Всегда человек сливается, когда действие. И сливается, сука, очень подлым каким-то способом. И он вывернется так и сделает виноватым всегда кого-то, но только не себя. Психолог виноват, коуч виноват, врач виноват, учитель виноват, правительство виноват. Кто-то виноват, но не я. И даже бывают, знаете, такие случаи, что когда у человека глубочайшие изменения в процессе работы с ним, но в какой-то момент приходит действие, и он сливается так, что обсирает наоборот тебя, вместо того, чтобы поблагодарить. Это же минимум очень деструктивная какая-то херь. Потому что что бы человек ни делал, и что бы ни искал, он все равно придет к тому, что в какой-то момент он сливается сам. Ему придется себе в этом признаться. Потому что подсознание его будет долбить под жопу всегда. И он думает, что он убежит. От себя не убежишь, к сожалению. Или к счастью, я не знаю. Хороший стук наружу выйдет. Те, кто не читали, и они пользуются популистическими лозунгами, это инфо-цыгане, книга для аферистов или еще что-то, секта там. Это люди, они изначально даже не читая, уже не хотят ничего делать. У одних даже сил хватило прочитать и потом как-то это отрицать. А кто-то отрицает, даже не начав, как бы сексом бы так занимались. Кто еще не пробовал, уже не нравится. Что за бред? Это извращенный ум, потому что он чувствует там, где его заставят действовать или что-то изменить. И мозг работает, его система безопасности срабатывает. Он подозревает, что придется что-то делать. И он говорит, не, не, не надо. И поэтому он, ну, как бы переворачивает. Еще раз говорю, формула бытия — это быть, делать, иметь. Для того, чтобы кем-то быть внутри ментально, нужно поменять информацию в голове, точку зрения, мышления и так далее. Для этого чтение очень сильно помогает. Потому что кого-то сдвинет одна фраза. После этого, когда у тебя изменилось мышление, когда у него ментально поменяется и щелкнет этот переключатель, тогда он переходит в действие, в следующий этап. И тогда он только имеет — быть, делать, иметь. Это формула бытия, которую, ну, нельзя отрицать. И она работает всегда. Ты можешь в своей жизни посмотреть, когда у тебя эта формула сработала. Когда ты чего-то захотел сильно, потом ты что-то сделал, и потом ты только поймел. Никогда не бывает наоборот. Когда бывает наоборот, вырастают трудные или жидивенцы, или люди, которые обманываются. Давайте представим, что вам сначала дали что-то, вот ты имеешь, при этом ты для этого ничего не делал, и ты этого не желал. И радости от этого материального блага у тебя ни хера не будет. Допустим, ты что-то захотел, сделал, и ты не имеешь. Нет мотивации, да? И происходит вот этот упадок сил. Человек не может двигаться дальше. Когда тебе просто так дают какие-то блага, у тебя демотивация полнейшая – это один из признаков глубокого стресса богатых людей. Им нечем себя мотивировать, потому что все, что они хотят, им дают просто так. Ну, это когда родители богаты, если вдруг кому-то повезло или не повезло, я не знаю, как это уже. Потому что когда тебе все сразу дали, и ты для этого ничего не делал, и ты ничего не хотел, ты не ценишь ничего. У тебя идет полная бесценка всего, что есть. Поэтому люди, которые просто там читают и ничего не делают, они ничего не будут иметь. Если человек все читал, но ничего не делал, значит, знание – признак дурака, знание, но ни хера не делает.